У нас выгодился такой стермин «будийский гибридный самскрит». Мне кажется, это абсолютно противоположное понятие слышно. Самскрита никакого нет, потому что они не хотели самскрита. Будийский против самскрит можно. Если мы объясняем, что это самскрит, и потом пишем перевод самскрита, где там главное, чтобы испортить самскрит, главная цель. Но если кто-то плохо испортил, или поленился, Пашки самскрит написал. Все равно новый текст. Я думаю, нужно ввести какую-то челленку для этого. Но слово «санскрит» не употреблять в данном случае. Потому что это все, я скажу, положено всем смыслам людей, и христики, и всему чему-то. И потом нужно еще, так сказать, поставить эту человеку, не иметь эту проблему, в концепцию и постепенное развитие, понятие санскрит, санскрит, дешен и гашен. Вот у вас тут было слово «дешен». Ну да. Енису, если прорискать, пожалуйста. Да. Вот это очень важный момент. Вот «дешешада», ну все равно. «Дешешада», «дешешада», «марша», да? Вот. «Дешешада», они допустили «дешеша». Вот «дешеша» — это есть сроки мути, фактически. То, что Будда допускала уже «дешеша», ну вот сегодня было, так сказать, термина, еще, может быть, так далее этого. Но сроки мути — это ни на своих диалектах. Ни на каких диалектах там они не говорили. И Ашопу никаких своих диалектов. Он на эти диалекты, да, передает надписи. Там никаких диалектов нет. Там есть, что «макарша», там есть «р», «л» вместо «р», да? И какие-то испорченные вещи, да? В этом такой-то, вот, не очень, да, это вот так вот. Никакие диалектов. А это свои мути. И это уже разрабатывалось понятие «дешеша», которое вошло в культуру уже, ну, в середине первого тысячелетия. Но она уже, у них в Мазгархе было давно очень. Они вот с этим уже работали. И вот «дешебмаша», они, значит, включают в то, что как преодолеть санскрипт, лучше «дешебмаша». А «дешебмаша» — это трактат есть великолепный. Трактат, где всё сказано, где какие слова, как они там изменяются, что есть. Можно открыть и прочитать «дешебмаш». А трактат так называется «дешебмаша», да? «Дешебмаша», да? «Дешебмаша». Вот, и «дешебмаша» — это и полезно. Но у нас говорили, что «дешебмаша» — это слова, которые не санскрипского происхождения. Корни, да? Корни там. Сталинезийский, Торийский, там, да? Ничего подобного. Я его осмотрела, изучала. И оказалось, там, половина, по крайней мере, что-то есть, там, русский. Савстрийский, просто искоречный. Искоречный. И они называются «дешебмаш». И вот этот «дешебмаш» — исковерканный, но попавший уже в систему, они его... Вот, и в цепи, так сказать, сакральный. Им надо было просто показать, что это язык великолепный, новый, ну, он совершенно антисамский. Вот это была их цель. Когда мы пишем «Перевод Центг-Скрита», то мы делаем ему что-то невероятное. Ну, что же «Перевод Центг-Скрита» — смысл обожания. Ну, я считаю, что это вот очень хорошо надо дальше разрабатывать. Ну, писать, вот, то, что, да, разработал как-то подход к этой теме очень важный. И без этого нельзя даже заниматься непокою. Спасибо. Вам спасибо всем за внимание. Так... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ